Десятилетняя Таисия Басина три года занимается в музыкальной школе по классу виолончели. В этом году вошла в число 50 ребят, которые удостоились именной стипендии городского округа Самара. Стать стипедиатом для меня и других ребят это очень почетно. Я хочу сказать спасибо моему любимому преподавателю Зоутову Михайловне, моей маме, которая всегда меня поддерживала. По словам педагога девочки, ребенок это то, что вкладывают в него родители и учителя. Благодаря особому подходу Ольги Михайловны, ее подопечные каждый год становятся стипендиатами. Это настолько разноплановая, настолько сложная профессия, чтобы получить результат. И она очень многоступенчатая. Охватить все ступени может только человек, который к музыке подходит с точки зрения менталитета. Это вот не просто зубрежка и целыми днями учи одно и то же. Нет, это прежде всего музыка, это занятие для интеллекта. Вообще виолончель – мужской инструмент. И я рада, когда девочки бывают с таким характером, с мужским, со стержнем. И они очень многого достигают. В числе стипендиатов и те, кто создает произведения искусства своими руками. Ученица Центра внешкольной работы «Парус» Виолетта Березовская занимается живописью, графикой и дизайном одежды. Ее композиция из глины в виде орликина на фоне ночного города в прошлом году была отмечена на Всероссийском конкурсе изобразительного искусства. В прошлом году я заняла первую степень в «Жигулевской палитре» в номинации «Декоративно-преглотное искусство». И также у меня много разных творческих наград, которые я получила в профильных сменах и просто в конкурсах творческих в разных направлениях. Стипендия «Одаренным детям и молодежи Самары» была учреждена в 2012 году. Ежегодно ее получают те, кто проявил себя в культуре и спорте, победил на всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях. По словам мастера спорта по плаванию Александра Кудашева, сегодня в Самаре созданы все условия для развития спорта, строится инфраструктура. Большое количество желающих заниматься спортом приводит к росту конкуренции. Все это формирует соревновательный дух юных спортсменов. Вот именно из этих факторов важнейших, я считаю, появляются как раз и ребята, которые достигают в дальнейшем высокого уровня спортивных результатов, и которые могут бороться не только на чемпионатах России, но и на международных соревнованиях, чемпионатах Европы, чемпионат мира. Талант и усердие видно сразу, рассказывает художественный руководитель театра «Грань» Денис Бакурадзе. Очень многое зависит от того, насколько ты хочешь, насколько ты вкладываешься. Вот увидеть можно, а дальше все зависит от самого парня или девушки, юного дарования, что с ним получится дальше. Стипендия – это большой стимул. Стимул к тому, что ты занимаешься правильным делом, что ты нашел себя, что ты можешь вырасти большого, хорошего специалиста и профессионала. И есть рядом наставники, которые тебе обязательно помогут. Приветственные слова от имени главы города Елены Лапушкиной зачитала первый вице-мэр Елена Атанова. Я искренне радуюсь за каждого из вас. Вы яркие, талантливые, целеустремленные. Настоящий пример того, что в Самаре растут умные, творческие, амбициозные люди. Уверена, что впереди у вас огромные возможности и грандиозные планы. Я желаю вам никогда не утрачивать вашу искренность, жажду знаний, стремление к творчеству и веру в себя. Пусть ваша жизнь будет наполнена только яркими моментами, успехами и радостью. Церемония вручения стипендии завершилась концертной программой. Галина Топилина, Константин Головин. События. Галина Топилина, Константин Головин.